Adventure Line Productions Форт Боярд Говорят, что где-то есть место, ни на какое другое не похожее. На западе, недалеко от берегов Шаранты. Этот мир полон чудес, сайл и опасностей. Это форт, где много лет назад было спрятано сокровище. И теперь известные люди отправятся на поиски этих сокровищ. Попадутся ли они в ловушки, приготовленные для них старцем Фура? Смогут ли они противостоять команде мастеров? Только если одно из этих созданий не околдует их. Итак, если вы готовы пережить приключения, которые не забудете, вам стоит к ним присоединиться. Форт Боярд При участии Департамента Приморская Шаранта Идеи игры Жак-Антуан и Жан-Пьер Митресе Ведущий Оливье Мин Режиссер Франсис Кот Продюсеры Франк Фермен Гион Пьер Готт, Гийом Ромен Форт Боярд Добрый вечер и добро пожаловать на Форт Боярд. Старцев Фура мучает один вопрос. Смогут ли участники завоевать сокровища форта на этот раз? Одно известно точно. В течение этого года мудрец придумывал новые испытания. Одни сложнее других. А также выбирал таинственных героев, которые сделают все возможное, чтобы сохранить сокровища Боярда. Сегодня старец Фура пригласил форт старого знакомого, бывшего мэтра форта Патриса Лафона. А вместе с ним трех юмористов передачи нам нужен только смех. Лоран Пейр и группу Ласкар-Ге. Старец не забыл и комедийную актрису Надеж Лакроа и телеведущую Одре Шоуо. Все выигранные деньги будут переданы Ассоциации Матрос Жизни. Мы желаем им удачи. Вперед, вперед! Поторопитесь, Пасмюрай! Приключения не ждут! Пасмюрай! Иногда он приходит оттуда. Не понимаю, почему. А, ты здесь? Здравствуй, дорогой. Сегодня праздник. Да, да, хорошо, я вижу. Это ради Патриса Лафона. Ну, конечно, да, Патрис Лафон, бывший мэтр форта, приехал к нам сегодня. Мне было бы интересно узнать, есть ли у этого величественного сооружения разум. Дай мне свиток, пожалуйста. Итак, интерактивный зал. Это где? Всем добрый день. Добрый день, Оливье. Здравствуй, Патрис. Здравствуй, мэтр. Мы должны отправиться на поиски семи ключей, ведь, как вы знаете, только семью ключами можно открыть сокровищницу. В твои времена все было так же? Я уже не помню. У нас свой старец Фура. Ну, не будем терять времени, начнем первое испытание. Интерактивный зал. И Патрис отправится туда прямо сейчас. Откроешь игру? Вы с ума сошли. Нет, я совсем не горячий. Давай, Патрис, давай. Ты встретишь там девушку, она вся как электрический заряд. Как тебе? Ты предупреждаешь его? Паспарту, прошу тебя, проведи Патриса. Патрис, давай, 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 да, да. Что мне нужно делать? Все хорошо, Патрис? Да, я понял. Посмотри на меня, я поведу тебя. Сейчас появится дорожка. Появится дорожка. Ты должен ее повторить. Три, два, один. Начали. Я ничего не вижу. Ты должен идти четко по ячейкам, я должен видеть эти ячейки. Точки. Повтори то, что только что видел. Ячейки, которые зажигались. Хорошо. Супер, да, еще. Нет, нет. Назад, назад, ничего страшного, Патрис. Пробуй еще раз, у тебя получится. Я смогу. Так, теперь повтори то, что увидел. Две в середине. Раз, два, три, еще. Еще. Влево, влево. Да, еще одна, еще одна, еще. Возвращайся назад. Хорошо. Вот, вот так, второй уровень. Тебе покажут новую дорожку. Отлично. Это сложнее. Внимательно, иди. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Ну, подождите, подождите. Я думаю, что Юг прав. Так, смотри внимательно. Слушай араба, который говорит с тобой. Вот так, вперед, три, вперед, направо, вот так, два. Еще, еще одна. Вот так. Отлично. Хорошо. Еще. Почему вы меня заставляете этим заниматься? Ребята, надо поторапливаться. Внимание на Клипсидру. Выходи, выходи, Патрис. Следите за временем. Я выхожу, выхожу. Выходи, скорее. Ничего, ничего. Нет, второй раз получилось. Ну, ничего страшного. Да, все нормально. Да, но я полный ноль. Ничего страшного, это был первый раз, со всеми бывает. Ты такой милый. Ради кого? Для матроса в жизни. Отлично. Это было разве... Да, для меня, да. А это значит... Ты знаешь это испытание? Я их совсем не знаю, конечно. Они чертовски современные для меня. Да, что случилось, Пасмирай? Предупреждай, когда ты здесь. Ты не слышал, как он тормозил? Нет, я слышал. Пахнет Джоной резиной. Теперь чит. Идемте туда прямо сейчас. Мы идем за тобой, Паспарту. Давай, давай. Не мешай, я все разложил. Сложный здесь, простый здесь. Так, вот, держи, вперед. Никого нет. Что происходит? Итак, перед нами новое испытание. Оливье? Да, что? Почему ты пришел последним? Я всегда сзади, потому что вы всегда впереди. Участники это звезды, понимаете? А я всегда к вашим услугам. Теперь ясно. Итак, в испытании участвуют Юг и Мажит. Паскаргей, испытание щит. Испытание щит, хорошо. Задача следующая. Вы будете защищаться при помощи этого щита от нового персонажа в порте. Его зовут Мистер Бу. Он очень приветлив. Итак, начинаем. Внимание. Три, два, один. У нас один щит. Начали. Его надо уронить, да? Да, надо его уронить. Давай. Давай. Давай, давай, Мажит. Он сражается, только если есть щит. Давай, Мажит. Парни, когда вы его толкаете, толкайте сбоку, чтобы он упал. Толкайте вбок, вот так. Ключ. Все, нужно взять ключ. Да, он его снял. Молодцы. Кто тут Мистер Бу, кто Мистер Бу? Молодцы, парни. Первый ключ. Ну что ж, мы тебя разнесли. Первый ключ, признаюсь, я смотрел не отрываясь. Какая техника, устрашение. Да, в конце он был просто сражен. Надеюсь, ему за это немного платят. Слушайте, мне кажется, что вы немного разогрелись. Да. Первый ключ есть, а теперь шесть ключей подряд. Я верю в вас. Пасмирай, спасибо тебе. Прачечная – это новое испытание, оно очень освежает. Прости, извини, Одре. Пасмирай хочет, чтобы ты пошла с ним. Нет. Не говори так. Тысячи маленьких девушек мечтают пойти за Пасмираем. Вперед. Мы за тобой. Вперед, вперед. Идите, идите прямо в прачечную. Кельи так сильно изменились. Невероятно, мы тут все переделали. Здорово, да? Красиво, современно. Перед вами стиральная машинка Форта. В ней есть барабан внушительных размеров по сравнению с обычными. И двоим из вас нужно будет забраться в барабан, чтобы он заработал. Когда барабан приводится в действие, стрелка стремится к зеленому цвету на шкале. И тогда, когда стрелка станет зеленой, польется вода, свободив ключ. Итак, кто из вас пойдет в барабан прямо сейчас? Решайтесь. Кто это будет? Надеюсь, не я. Я? Надеж. Ты что, не стираешь дома? Я не слишком быстро бегаю. Ну что, давай, Надеж, представь, что ты хомячок. Хочешь пойти с ней? Как скажете, я всегда мечтал попасть в барабан с Надеж. Итак, приготовились, внимание. Три, два, один. Начали. Вперед. Ловите кайф. Вот так, именно так. Не ставьте руки, вот так. Продолжайте. Супер, отлично, отлично. Хорошо получается. Молодцы, она зеленая. Подними, подними ее. Вот так. Возьмите за руки, чтобы у нее не было никаких секретов от себя. Возьми ее, отлично. Пытайтесь наклониться назад во время бега. Подайтесь назад, когда бежите. Вот так, да, отлично. Поднимайтесь. Флоран, думая о матери. Стрелка еще не достала до зеленой шкалы. То есть сейчас ничего не происходит. Поспешите, потому что пока стрелка совсем далеко от зеленой шкалы. Хорошо, хорошо. Надеж, давай, Надеж. У них так ничего не получится. Надеж, это твой внутренний голос. Я прошу тебя, иди. Выпрямись. Надеж, Надеж. Смотрите, смотрите. Я думаю, им пора выходить. Выходите, выходите, выходите. Это невозможно. Да, так нельзя. Что это было, черт подери? Что ты делал? Ты же спортсмен. Что это было? Как говорят, два сапога пара. Там ты теряешь баланс, голова кружится, теряешь рвовесие. Правда? Клянусь тебе. Но почему вы грязные? Вы грязные. Из-за этой штуки голова кружится. Все так и было задумано. Не расстраивайтесь. Первый блин комом. Предупреждай, когда подходишь. Взрывай хотя бы хлопушку. Пасмюрай предлагает нам, точнее, это старец Хура, предлагает нам отправиться к колоколу. А мы так и останемся мокрыми. Кто будет звонить в колокол, мы узнаем через некоторое время. Ну что, я готов поспорить, что это Одре. Итак, идем. Что эти двое делают? Это танец. Ребята! Ты очень красивая. Нет, подождите. Все хорошо? Не совсем. Да нет же, ты красивая. Ребята, подождите, давайте посерьезнее, без дурацких шуточек. Какие шутки? Не выводите меня из равновесия, во всех смыслах. Мы не можем шутить, мы можем только тянуть. Я не хотел тебе этого говорить, но ты немного перебарщиваешь со своей строгостью. Поэтому тебе обязательно нужно получить ключ, достав ключ, висящий перед тобой. Для этого надо подняться на высоту, достаточную для того, чтобы схватить шар с трейником. Он поможет твоей команде заполучить ключ. Он находится здесь, на мостике, он заперт в ящике. Но это коллективное испытание. Вот канат, при помощи которого вы раскачаете Одре. Итак, прошу вас, сосредоточьтесь. Мы начинаем. Внимание! Что делать-то? Ребята, вы поняли? Три, два, один, начали! Расслабься, получай удовольствие, нужно расслабиться. Давайте тяните сильнее, чтобы это не длилось вечность. Расслабься, осторожно, осторожно. Вот так. Слишком далеко, ребят. Давайте. Вы должны тянуть, когда она возвращается назад. Давайте. Ещё раз, хватай. Нет, вы слабо тянете, сильнее тяните. Кажется, ей нравится. Вот чёрт. Да я сейчас умру. Хорошо, хорошо, сильнее. Слишком далеко. Давайте ещё раз. Должно получиться. Какой код? 32, 61. 32, 61. Быстрее. Сколько? Что вы делаете? 32, 61. Я больше не могу. 62. Быстрее. Отлично, молодец, Одре. Молодец, супер, всё хорошо? Ты как там? Я вас ненавижу. Ты была великолепна, честно. Отлично. Ради кого это? Ради матроса в жизни. Итак, друзья, прямо сейчас мы переходим к следующему испытанию. Мы идём навстречу с Вилли Ровелли. Это будет известный ресторан, и вы увидите, это будет незабываемо. Прошу вас приготовиться. Мне это нравится. Бежим. Побежали. Вперёд. Молодец, Одре. Чтобы вы поняли, как Вилли оказался в форте, заглянем на несколько страниц назад. Уже больше года прошло с тех пор, как он высадился на берег у Стенфорта. Я не коротышка. И вдруг в тёмном коридоре наткнулся на объявление. Старец Фура объявляет набор. Уже представляя, как он станет одним из помощников героя своего детства, он поспешил подать заявку. Здравствуйте. Вы пришли устроиться поваром? Очень хорошо, вы нам подходите. Вот так, несмотря ни на что, Вилли стал поваром. Что ж, будем надеяться, что у наших искателей приключений крепкие желудки. Ресторан. Вот и ресторан. Итальянский. Патрис, тебе нравится? Да, очень. Я представлял себе Жанна Пурагаттия, немного повыше. И что вы хотите, чтобы я на это ответил? Думаю, ничего. Итак, новые гастрономические впечатления сегодня получит у нас... Патрис. Патрис. Патрис, это ты. Это ты. И? Вы хотите, чтобы мы время потратили? Ты не знаешь, что вам надо делать. Не спеши. Мы вместе с тобой будем есть, моя дорогая. Всё будет отлично. Я просто обожаю покушать. И так? Я ем вкусное, а ты невкусное. Договорились. Идите сюда. Заходить-то отвратительно. Быстро попейте. Попей, попей, попей. Пей. Давай. Теперь ешь. Давай, ешь. Быстро, быстро. Это отвратительно. Внимание. Это невозможно. Нет, это правда невозможно. У меня не получается есть это. Это невозможно. Но это же нато. Это же пророщенные ростки фасоли, которые с любовью забродили в Японии. Люди убивают друг друга за него, а вы нос воротите. Сколько с нас? Но там его едят на завтрак. Хорошо, но это отвратительно. Тем лучше, потому что ключ я оставляю себе. Жалься над нами. Я забираю его. Мы хотя бы старались. Нет, я оставлю его себе. Вы не были таким злым, когда были мэтром форта. Да, это правда. Я больше не хочу вас видеть. Уходите. Но и не было такой гадости, как эта. Уходите. Вы ничего в этом не понимаете. Это сделано с любовью. Ничего страшного. Все хорошо. Все получится. Клянусь тебе, это отвратительно. Меня чуть не стошнило. Пахнет плохо? Я не знаю, это Надежа, это от нее пахнет. Не знаю, но мне это напомнило старую. Оно воняет? Воняет, смотри. Нет, нет, это настоящее зловоние. Пусть они почистят зубы, сделайте что-нибудь. Это дополнительное испытание. Да. Ничего, потерпим, потерпим. Хорошо, посмотрим, сможете ли вы справиться с розыгрышем. Это отвратительно. Отвратительно. Вперед, побежали, Патрис, у тебя будет время прийти в себя. Вот и розыгрыш. Я еще чувствую запах совсем чуть-чуть, он немного развеялся. Итак, чтобы добыть ключ в этом испытании, нам нужны два участника. На потолке закреплены ящики. Ящики закрыты. Единственный способ открыть ящик – это ударить по нему палкой. В одном из ящиков находится ключ. Розыгрыш. Да, надо же. Пойдут эти двое, что стоят сзади. Мы – нет. Нет, не совсем. Юг и Одре. Давайте. Ты была великолепна. От тебя воняет. Отвратительно. Противно. Три, два, один, начали. Отлично, вперед. Давай так, я сажусь тебе на плечи. А где палка? Палка, палка, палка. Давай, Одре, руководим палкой. Вот так, усядься у него на шее. Стой ровно, Юг. Подходите и бейте. Давайте. Отойди немного в сторону, на нас посыплется всякая гадость. Подойди, подойди. Давайте же, у тебя нет другого выбора. Давай, давай. Назад, назад. Посмотрите, не упал ли ключ. Посмотрите, не упал ли он. Сильнее. Иди вперед, Юг, иди вперед. Если ты уйдешь далеко, она не сможет ударить. Аккуратнее. Иди вперед. Продолжай. Вперед, вперед. Давай, давай, отлично. Упрись немного ногами. Быстрее, быстрее, там ничего нет. Вперед. Давайте. Давайте, быстрее, 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 ускоряйтесь. Давайте. Поторопитесь. Не теряйте время. Давай, давай, давай. Потрясающе. Да. Супер, отлично. Браво. Моя дорогая. Вот, это интересно. Молодцы. Отдайте ключ по спорту. Сколько всего? Скажи нам, сколько их, да? Сколько всего? Третий ключ. Ну что ж, розыгрыш принес нам удачу. Это здорово. Вы просто молодцы. Да. Отлично справились. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Сейчас нас ждет очень интересный этап игры. Стариц Фура предложит одному из вас выбрать между испытанием на ловкость и испытанием на концентрацию. И он предлагает сделать выбор флорану. Ты больше чувствуешь себя сосредоточенным или ловким? Только честно. Что скажешь? Скорее ловким. Отлично. Да, я тут вспомнил один случай. Ловкий, да? Ясно, ловкий. Итак, ты выбрал свою участь, и мы отправляемся в музей. Вперед! Музей. Как красиво. Флоран, ты готов? Пропустите. Дайте пройти ведущему, пожалуйста. Флоран, надеюсь, ты сосредоточен. Ведь система безопасности музея очень чуткая. Если ты уронишь что-нибудь или, конечно же, упадешь сам, ты попадешь в тюрьму. Нужно три раза надавить присоской, чтобы снять стекло, под которым находится ключ. Это очевидные вещи. Как в миссии невыполнима? Ну, вроде того. Да, так что давай расправь плечи. Я чувствую себя Томом Крузом. Внимание, начинаем. Но музей же закрыт, надо пролезть здесь. Да, по лестнице. Спрячь его потом куда-нибудь. Давай, Флоран, давай. Положи его, положи его себе в трусы. Простите. Время пошло. Флоран, вперёд, не забывай. Нужно пройти ещё и путь обратно. Сосредоточься. Осторожно, тебе нельзя ставить ноги на пол. Давай. Смотри внимательно. Ключ в глубине комнаты, в колбе. На полу. Вон та штука с синей подсветкой. Вот эта. Ты видишь её? Она на полу. Да. Осторожнее с присоской. Быстрее, быстрее. Давай, Фло. Сосредоточься. Не трать слишком много времени. Нужно пройти быстро, Фло. Прости, но... Вот так. Отлично. Хорошо. Покажи нам, что ты можешь. Отлично. Да, молодец. Давай, курочка. Это потрясающая ловкость. Потрясающая. Он весь год работает над своим телом. Это заметно. Он спортивный. Смотри, невероятно. Осторожно, опустись ниже. Теперь присоска. Давай присоской. Давай, раз, два, три. Отлично. Раз, два, три. Ещё раз. Давай. Вот, он взял, взял. Взял его. Возвращайся осторожно. Отлично. Теперь обратно. Думай о родителях. Они смотрят на тебя. У тебя есть ещё время. Он бросил присоску на пол. Какой же я идиот. Ты пленник, Фло. Всё. Подождите. Я иду, Фло. Иду. Останься здесь. Стой. Ты, останься. Мы потеряли ценного участника. Да, к сожалению. Вы потеряли участника, который, без сомнения, помог бы вам с последующим испытанием. Но я ещё тут. Но, Патрис, на самом деле, ты стоишь двоих. Помните это. Один Патрис, Лафон, всегда заменит двоих. Пасмирай, это очень плохая новость. Ты начинаешь меня нервировать. Хватит. У нас нет времени. Итак, теперь борьба. Ты хочешь бороться? Может быть, ты пойдёшь? Мы не знаем. Но я просто шутил. Но сейчас будет борьба. Побежали за паспарту. Подождите. Тебе снова нужна Одре? В каждом испытании, в котором ты участвуешь, ты выигрываешь. Да, это правда. Форт Боярд. Да, я понял, что это. Это борьба. Это борьба в грязи, да? Ну что, я пойду? Но я ведь ещё ничего не сказал. Я не знаю. Посмотрим. Это борьба в грязи. Здесь не мистер Бо? Ты не совсем прав. Это не мистер Бо. Надеж, старец Фура, выбрал тебя. Значит, тебя ждёт леди Бо. Подруга мистер Бо. Подруга. У них даже есть дети Бо. Отлично, Дэйпи. Теперь сила со мной. Давай, давай. Итак, приготовились. Три, два, один, начали. Вперёд, Надеж. Как подло. Надеж, давай, давай. Вот так, отлично. Всё, выходи, выходи. Выходи, Надеж, выходи. Быстро. Вот так. Отлично. Выходи. Вот так. Надеж, послушай, мне хочется взять тебя на руки, но я не буду этого делать. Как бы тебе сказать? Но я пыталась. Да, да, мы это видели. Нет, нет, не вставай. Ты же упадёшь. Ты же упадёшь, Надеж. Осторожно, тут скользко. Пасмюрай. Отлично. Вот и Пасмюрай, отлично. Мы направляемся к подводному велосипеду, и, по-моему, там мы встретим Удре. Подводный велосипед, да? Да, это особенный велосипед. Вы сейчас всё увидите. Побежали. Лябуль! Я дам тебе поесть. Кебаб! Хочешь кебаб, Лябуль? Не бойся, Флоран, мы тебя вытащим. Мы вытащим тебя. Леди Бу, я поставил вам 10 баллов из 10. Поздравляю, идите сюда, я вас обниму. Нет, нет, всё-таки идите сначала помойтесь, и потом приходите. О, Дре, тебе так идёт. Посмотрите на меня. Очень красиво, да? Это тело просто создано для того, чтобы быть под водой. На самом деле, сейчас ты погрузишься под воду. Твоё испытание — подводный велосипед. Мне кажется, это очень модно, да. Это называется аквабайк. Тебе нужно будет крутить педали, набирая воздух и задерживая дыхание, в результате чего вода будет подниматься сюда. Участники будут набирать воду черпаками, чтобы наполнить колбу, находящуюся перед вами. Я пойду первым, ты вторым, ты третьим. Подозрительное испытание. Если вы прольёте хоть каплю воды, вам не поздоровится. Ребята, я вам шею намылю, если вы будете проливать воду. Одре, прошу тебя, готовься. Сейчас мы впустим тебя. Не делай, как Надеж, ладно? Выкладывайся на полную. Я нормально выгляжу? Ты бомба. Ходи так всё время. Давайте, ребята. Итак, мы встаём на старт. Конечно, внимание. Я буду смотреть только в воду. Три, два, один. Шею не сверни. Что мы должны делать? Одре, ты начала? Подожди, она ещё даже не в воде. Подождите, она пытается отсоединить велосипед. Она забыла карточку. Вот досипед. Вот так, супер. Одре, вот так, отлично. Вот так. Давай, Одре, всё отлично, супер. Хорошо, давай, Патрис. Я делаю всё, что могу. Ладно. Подожди, я иду. Хватит дышать. У юга отличная техника. Супер. Супер. Супер, отлично. Нет, не так. Вот так. Вот так, смотри. Отличный способ. Хорошо. Хорошая техника. Надежда к нам вернулась. Отлично, почти всё, Надежда. Давай. Давай. Давай, Одре, у нас получается. 19, 19, 19, 37. Подожди, подожди. 19, 37, быстрее. Вот это да. Супер, супер. Молодец. Отлично. Ты ничего не сделала, но молодец, Надежда. Одре возвращается. Я думаю, что нам можно её поздравить. У неё всё получается. Одре, ты просто гений. Она великолепна в этом испытании. Да. Ты гений, Одре. Я ошибся, когда набирал код. Одре идёт. Ну что, всё получилось? Ты такая молодец. Ты всё сделала сама. Ты победительница. Каждый раз, когда ты участвуешь, мы выигрываем. Отлично, супер. Твои усилия вознаграждены. Мы продолжаем и отправляемся в павильон 215. Нас ждёт телепередача, которую вы никогда раньше не видели. Что-то новенькое. Правда? Да, вы всё увидите. Вас ждёт ведущий, который, как мне кажется, должен стать знаменитым. Побежали. Ля буль! 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 Павильон 215. Перед вами павильон 215, павильон съёмки «Шоу Старцев Ура». Шоу Старцев Ура. Нужный нам ключ находится здесь, но сейчас, как видите, он недоступен. И чтобы достать его, вам, конечно же, нужно будет успешно пройти испытание «Старцев Ура». И мы сейчас узнаем, кого же он выбрал. Патрис. Да. Патрис, Старец Ура, очень капризный ведущий. К нему в павильон можно пройти только босиком. По старинке? Да, по старинке. Алё, давай же, помоги мне. Итак, внимание. Паспарту проведи Патриса в павильон. Здесь ни акнецейфор, ни букв. Но на вершине пирамиды всегда будет только он. Это буду я. Хорошо. Патрис, вы здесь? Да, вы совершенно не изменились. Конечно же, я выбрал вас. Как дела, дорогой Патрис? Всё хорошо. Итак, слушайте внимательно. Патрис, я буду задавать вам вопросы. И если вы отвечаете на вопрос верно, вы переходите в следующий люк. Вам ясно? Да, я понял. Три верных ответа, и вы получаете ключ. Хорошо. У вас есть право на ошибку. Итак, рядом с вами будет Пасмурай с его сногсшибательной улыбкой. Итак, аплодисменты Пасмураю. Супер, супер. Дорогой Пасмурай, открой первый люк. То есть я должен стоять туда? Ладно. Да, постоять среди маленьких угрей. Очень мило, да. Нормальная температура воды? Идеальная. Слушайте первый вопрос. Угрь – это вид рыб или змей? Что вы скажете? Два варианта ответа. И ваш ответ – это вид рыб. Браво. Конечно же, из семейства угрёвых. Матлот из угря, старец Фура. Мы его ели вместе с вами. Отлично, прекрасно. Вылезайте из люка. Пасмурай, слушай внимательно. Открою второй люк. Вуаля. Итак, тайна раскрылась. Отлично. Это всего лишь маленькие тараканчики. Не беспокойтесь, залезайте и слушайте внимательно. Так. Тараканы почти глухие и почти слепые. Это верно? Я бы сказал слепые. Слепые? Да. Великолепно. Браво. Аплодисменты. Супер, Патрис. Он хорошо надрессирован, да? Супер. Мы гордимся тобой, Патрис. У вас уже два правильных ответа. Дорогой Патрис, посмотрите на меня. Я смотрю. Вы не слишком любезны со мной. Нет же, старец Фура, я очень волнуюсь. Нам нужно выиграть. Я так радовался, что увижу вас. Итак, дорогой Патрис, напоминаю, что если вы ответите верно, то я выиграл. Вы получите ключ. Откройте третий люк. Что же там? Это скорпионы, да? Маленькие такие, у них есть имена. Можете представить их мне, да? Спускайтесь. Не раздави их. Я постараюсь. У скорпиона есть язык. Ответ «да» или «нет». Нет. Нет. Это ваш окончательный ответ? Да. Последнее слово? Да. Итак, на самом деле вы выиграли аплодисменты. Да. Отлично, Патрис. И что мне делать? Вы выходите наружу, там вы найдете ключ. До встречи, дорогой Фура. До встречи. Да, вам всегда будет тепло. Вам всегда будет жарко на шоу «Старцев Фура». Обычно ключ открывается. Пятый ключ. Да. Нам вернулось у Дрея. Нам нужно получить еще два ключа. Что касается Кругозора, зовите меня. Да, конечно, конечно. Хорошо. Фасмирай? Ах, да, точно. Где он? Он был помощником «Старцев Фура». Фасмирай? Он здесь. Спасибо. Мы направляемся на ринг. На ринг, да. Ринг-белл. Нет, не я. Нет, нет, нет. Возьми его, не меня. А мы направляемся к рингу. Перед вами дверь, ведущая на ринг. Надо будет бить? Да. Выбранный участник должен будет бить по груши, и при этом груша будет доставать до мишени, находящейся прямо за ней. И ключ будет опускаться вниз, и в определенный момент вы сможете его достать. Сложность в том, что время ограничено клипсидрой. Итак, скажите мне, кто пойдет? Скажите, Патрис, ты хочешь пойти? Думаю, я смог бы. Нет, не я. И не ты. Это Юк, да? Он же такой худенький. Нет, совсем нет, он спортсмен. Он худенький, я тебе говорю. Он худенький? Давай. Значит, слушай, подходи ближе, но осторожно. Смотри, чтобы груша не ударила тебя по лицу. Итак, три, два, один, начали. Полезно, выходи. Нет, кроме шуток. Выходи. Давай. Это бесполезно. Нет, правда. Тебе надо закурить. Итак, я, Патрис, я хочу тебе сказать, что случилось. И где же тот спортсмен, которого я нахваливал? Ты в порядке? Ты не мог бы найти свой темп, да? Ну, не нашел. Ладно. Теперь уже просто поверни кепку. По крайней мере, один раз ударил. Один только. Отлично. Теперь мы, не задерживаясь, идем к балке с фонтанами. Это поможет вам освежить мысли. Да, Пасмюрай. Еще один ключ, который они не получат. Ему далеко до того, чтобы одарить старцев буро. Давай. Я рассчитываю на вас. Участники готовы. Итак, сейчас вы, Надеж, и Мажит, по очереди пройдете по балке. Но помните, что пока вы будете идти за ключом, находящимся на другом конце балки, будут внезапно появляться фонтаны воды. Это может вывести вас из равновесия. Если первый участник упадет, то его заменит второй. Первый пойдет, Надеж. Готовься, Надеж, я опрошу тебя. Тебе нужно быть предельно внимательной. Все на тебя надеются. Почему вы так жестоки ко мне? Вставай на старт на балку. Внимание, три, два, один, начали. Нет. Давай, Надеж. Давай, давай. Дети, вперед. Перестаньте, я не могу. Ты можешь, там внизу вода. Нет. Может, Мажит пойдет первым? Нет, только Надеж. Я не могу, честно, я не могу, там высоко. Давай, все хорошо, Надеж. Ну иди, у тебя полно времени. Давай. Но должна пойти ты. Я не пойду, не пойду и все. Я вынужден идти после тебя, понимаешь? Ладно, Мажит, иди ты, потому что Надежа решила признать поражение. У меня не получится. Проблема в том, что в этом испытании у нас остался только один участник. Давай, брат, держись. Но я не могу. Отлично, Мажит, отлично. Ты сможешь. Быстро пройди, быстро пройди этот фонтан. Молодец. Давай, держись. У тебя все получится. Молодец. Замечательно. Отлично, Мажит. Великолепно. У тебя все получается. Хорошо. Да, отлично. Не торопись, не торопись. Не спеши. Нет. Прямо сейчас мы идем к следующему испытанию. Нет, прозвучал гонка. У нас нет возможности получить дополнительные ключи. Мы отправляемся на суд. Это единственный для вас способ освободить флорана и, конечно же, получить недостающие ключи. Итак, паспарту, прошу тебя. Вперед. Вперед. Форт Боярд. Зеркало. Прекрасное зеркало. Скажи мне, кто сильнее всех в форте? Бланш. 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 Ее кожа бела, как снег, а волосы словно пламень. Говорят, она появилась здесь еще с незапамятных времен. Хватит, хватит. Все-таки я был здесь еще раньше. Она такая красивая, что многие думают, что она нереальна. И такая нежная, что многие не верят, что от нее можно ждать опасности. Но лишь до тех пор, пока они стали пленниками, она ждет вас в зале суда. Итак, мы у зала суда. Бланш ждет вас. Напоминаю, сейчас у вас есть пять ключей, но этого недостаточно. Вам нужны еще два. То есть сейчас нам необходимо две жертвы. Флоран также предстанет перед Бланш и попытается выйти на свободу. А начнем мы с двух жертв. Итак, кто из вас хочет отправиться к белой судье за седьмым ключом? Кто из вас хочет отправиться к Бланш? Итак, есть ли среди вас добровольцы? Только не я, я не пойду. Послушайте, нам нужно две жертвы, а значит, мы с Ласкарге можем пожертвовать собой. Отлично. С собой пожертвуют Ласкарге. И с кого из вас мы начнем? Мажид. Прекрасно, Мажид, прошу тебя. Тебе надо пройти через этот проход. Вперед. Давай. Я не вернусь. Залезай в саркофаг. Благодаря Мажиду у нас есть шестой ключ. Он должен был просто зайти туда. Да, и у нас уже есть ключ, но если Мажид проиграет, то он станет пленником. Не может быть. Да. Поэтому мы говорили о жертвах. Перенесемся в зал суда. Мое почтение. Я аплодирую ваши смелости. Но, к сожалению, здесь вам понадобится еще и ловкость. Я оглашу ваши испытания. В нем участник находится на вращающейся платформе. Цель – забросить мяч в корзину перед ним. Если мяч не попадет в нее или отскочит обратно, участник проиграл. Участнику дается три мяча и три попытки. Если ему удастся забросить один из трех мячей в корзину, он сможет вернуться к команде. Но если все три раза будут неудачными, он отправится в тюрьму. На кону ваша свобода. Первая попытка. Мимо. Вторая попытка. Вторая попытка. Сосредоточьтесь. Последняя попытка. Вау! Форд вынес свой приговор. Мажит, вы можете вернуться к команде. Спасибо. Удачной игры. Браво! Мы уже испугались. Правда, ты заставил нас полноваться. Что, напряглись? Мы же снимаем телешоу, здесь должен быть саспенс. Да уж, ты об этом позаботился. Итак, вы получили первый из возможных ключей, это уже шестой ключ. За последний седьмой ключ через несколько мгновений поборется... Итак, вы решили, что после Мажита пойдет... Юг. Может быть, лучше я пойду, ведь у нас в любом случае будет ключ. Ты уверена в своей ловкости? Нет, но ведь нам нечего терять, потому что ключ мы получим в любом случае, даже если я проиграю, все равно. Тебе все равно? Нет, ей не все равно. Ты не боишься попасть в тюрьму? Я готова. Хорошо, иди сюда. Давай. Давай, Надеж. Не спеши, Надеж. Не бойся, здесь нет ничего страшного. Все будет хорошо. Вот так. Как ты напугал нас. У нас есть седьмой ключ. Вот он. Да, возьми его. Прикоснитесь все к нему. Потрогайте. Вот, возьми. У нас получится 21 ключ, если сложить все. Теперь посмотрим на то, что происходит в зале суда. Здравствуйте. Добрый день. Не буду тратить ваше время. Сразу перейдем к испытанию. В этом испытании участник должен положить шарик на конец шеста. И затем опустить его в цилиндр. Сложность в том, что по дороге к цилиндру участнику нужно пронести шест сквозь три треугольника. Если участник уронит шарик, он проиграет. Участнику даются три шара и три попытки. Если ему удастся забросить один из трех шаров в цилиндр, он вернется к команде. Если же нет, станет пленником. Вам это по силам? Попробую, посмотрим. Верьте в себя. Первая попытка. Не торопитесь. Я отвлеклась. У вас были три попытки. Осталось две. Начинайте. Черт, руки дрожат. Это непросто. Расслабьтесь. Не торопитесь. У вас последняя попытка. Нет, это невозможно. Попробую. К сожалению. Форд вынес приговор. Любуль, прошу вас. О нет. Отведи Надежь в камеру. Нет! Вот так. Мы потеряли надежду. Нам это совсем не нужно, потому что Флоран в тюрьме Форта, и если он не освободится, то вы останетесь вчетвером. Да, идти вчетвером до конца это невозможно. Нет, ведь вы все трое сильные игроки. Я думаю, что Флоран... Нет-нет, среди нас есть один не очень хороший игрок, но почему ты так смотришь на паспорту? Сейчас мы увидим, как решится судьба Флорана. Перенесёмся мы в зал сюда. Прошу. Лебуль, пожалуйста, приведите Флорана. Добрый день. Добрый день, мадемуазель. Она посимпатичнее тебя, Лебуль, честно. Добрый день. Вы верите во второй шанс? Да. Это хорошо, потому что Форд решил дать его вам. Мне приятно. А сейчас посмотрите, что вас ждёт. Колесо Фортуны. Повернётся ли Фортуна лицом к нашему пленнику? Чтобы узнать это, участник должен выбрать между белым и синим цветами. Пленнику даётся один шар. В том случае, если после броска шар остановится на загаданном цвете, участник освобождается. Смелость иногда заключается в выборе. Итак, скажите мне, белый или синий? Блёй. Синий. Бросайте. Останься тут. Это невозможно. Нет. Нет, нет, нет. О, нет. Он проиграл. Может, вы на меня обижены? Это невозможно. Такова судьба, мне очень жаль. Вы снова становитесь пленником, Любуль. Проводи Флорана в камеру. Ты мне совсем не нравишься, Любуль. Удачи, Флоран. Ну что, плохие новости, Флоран остался пленником. О, нет, почему? Не перестарайся. Да, это слишком. Итак, вас осталось всего четверо. Мы снова встретимся с Флораном и Надежь только на совете. А сейчас настроитесь на борьбу за подсказки. Как вы знаете, единственный способ быстро отгадать кодовое слово в сокровищнице, набрать максимальное количество подсказок. Пасмурай принес нам цвиток. Ты забираешь Одре. Сейчас, когда вы остались вчетвером, вы должны быть особенно напористыми. Одре, я прошу тебя, следуй за Пасмурайем. Я сообщаю вам, что мы направляемся к испытанию, которое называется «Прыжок ангела». По спорту мы идем за тобой. Форт Боярд. Начинается новая глава. Настало время отправиться на поиски подсказок. Сма и таинственность наполняют Форт. Приготовьте стать свидетелями удивительных событий. Старец Фура приготовил участникам несколько испытаний, успешно пройти которые игроки смогут лишь преодолев свои страхи. И не могут не пройти и не пройти их страхи. Гонг прозвучало, это значит, что время, отведенное вам на поиски подсказок, пошло. Одре! Итак, Одре, давай, Одре. Ты готова прыгнуть? Не знаю, смогу ли. Ты не обязан это делать. Ты когда-нибудь прыгала с тарзанкой? Нет. Можно сказать, боевое крещение? Да. Ветрено, но это только поможет тебе прыгнуть. Конечно. Надо искать плюсы. Тогда прыгни со мной. На самом деле перед тобой стоит особенно трудная задача. Прыгнуть над морем, когда ты никогда этого раньше не делала. Признаю, это очень волнительно, но цель очень важна, это подсказка. Ты знаешь, что единственный способ забрать подсказку, это получить код. А он находится на тарзанке. Ты сможешь ее взять, когда второй раз отскочишь вверх. Я желаю тебе удачи. Второй раз? Да, прыжок ангела. Прыгай, когда будешь готова. Одре, это первая подсказка, это очень важно. Внимание, три, два, один, начали. Вперед. Думай, Надеж. Я не смогу. Ты можешь, Одре, думай о детях. О матросах жизни. Ради кого? Ради матросов жизни. Давай, Одре. Давай. Ты красотка. Давай, жену, не сомневайся, Одре. Чем дольше ты раздумываешь, тем дольше это будет длиться. Ну же. Прыгни уже. И всем будет хорошо. Я смогу, смогу, смогу. Молодец. Давай. Вверх. Отлично. Молодец. Ну, ради кого? Браво. Отлично, отлично, потрясающе. Просто супер. Отлично. Ты героиня. Проклятье. Ищи код. 47,25. Сколько? 47,25. Прекрати. Ты довольна? Сколько? Хватит уже. Заберите меня отсюда, сжальтесь. Подошло, всё хорошо. Да, молодец. Отлично. Я хочу наверх. Молодец. Отлично. Первая подсказка. Да. Одре, молодец. Супер. Одре, Одре. Пасмюрай. Ты уже здесь. Ну что ж, мы отправляемся к замку. Вперёд. Я хочу вам кое-что сказать. Этот лимонад будет совсем с другим вкусом. Давайте, побежали, вперёд. Надо же, лимонад будет с другим вкусом. Он что, безалкогольный? Вот этот пасмюрай. Они не смогут заполучить его. Это я вам обещаю. Вот это значит закручивать гайки. Дом с привидениями. Перед вами дверь в дом с привидениями или в замок. Посмотрите, впечатляет, да? Да, конечно. Класс. Ну что, согласны? Да, это замок. Но есть одно но. Внутри находится комната. И, к сожалению, того, кто туда зайдёт, она населена привидениями. Вам нужно будет найти две вот такие металлические монеты с символами на одной стороне и по половинке кода на другой. Задача найти две монеты и составить код. Он позволит вам заполучить подсказку из этого ящика. Подсказку или ключ? Подсказку, не путайтесь. А это значит, что Можид сейчас покажет, на что он способен. Я так и знал. Я думал, ты хочешь снять обувь. Оказалось, нет, нет, нет. Хладнокровие? Да, ты меня удивляешь. Ребята, я не люблю пауков. Да их там нет. Ничего, потерпишь. Тогда зачем хладнокровие? Там что, змеи? Нет, нет, нет. Ничего такого. Итак, три, два, один, начали. Давай, давай, давай. Ох, как тут темно, ребята. Спокойно. Загвоздка в том, что это замок с привидением. Давай, Можид. Подождите, что это за бред? Конечно же, ящики открываются сами собой. В этой комнате два привидения любят хлопать ими. Можид, ищи везде, ладно? Ищи везде. В шкафах, в коробках. Семьдесят пять. Две точки. Значит, это первые? Да. Одре снова с нами. Молодец, это было гениально. Могила со скелетом. Тут ничего нет, Юлк. Время ограничено, не забывай. Да, я знаю, но тут ничего нет. В могиле, в могиле. Ты доволен? Поищи повнимательнее в могиле. Семнадцать. 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 Семнадцать, ребята. Отлично, Можид. Молодец. Тебе не хотелось сбежать? Браво. Браво, серьезно. Тебе было страшно? Очень. Ну что ж, отлично. Замку не удалось напугать тебя. Пасмирай. Пасмирай. У нас две подсказки. Нам нужна еще минимум еще одна. Спасибо, наш маленький помощник, да? Ты забираешь Можида? Да, отлично. И все, опять Можид? Идите. Да, ты знаешь, качество всегда востребовано. Да, Можид один из двух лучших игроков. Мы направляемся к Вилли Ровелли. Снова. Перекусим немного? Нет, спасибо. Я сыт по горло. Идем туда. Как дела? Слушай, ты уже долго здесь? Да, с самого начала. Ресторан. Итак, нам уже знакомо это место, такое не забывается. Да, Патрис? Да, здорово. Да, да, тут было здорово. Ты наконец-то оценил? Да, это было вкусно, но слишком много. Ну, хорошо, я понял. Я немного голоден, но все-таки мне понравилось. Совершенно новый вкус. Кто пойдет, я знаю, это Адре. Только не это. И Юг. Сразу двое, да? У Вилли Ровелли всегда едят по двое. Итак, паспарту, открой дверь в ресторан. Привет! Добро пожаловать в ресторан Вилли Ровелли. Как дела? Спасибо, хорошо. Это отлично, я очень рад вас видеть. Не знаю уж почему, но я рад вас видеть. Правда, я рад, потому что вы увидите, если честно, это место, в котором, поев однажды, никто никогда сюда не возвращается. Никогда, поверьте мне. Это точно. Да, скоро все поймешь. Кто ты по знаку Зодиака? Скорпион. Ты скорпион? Да. Когда ты была здесь в прошлом году, если мне не изменять память, старец Фура мучил тебя этими... Скорпионами, да? Да. И вот тот скорпион, который досаждал тебя в прошлом году. Знаешь, где он? Он здесь. Да. Итак, друзья мои, в этом году вам придется съесть их. То, что вы делали в прошлом году, это было ничто. Да. Их не едят. Целиком? Конечно, целиком. Целиком. С головы до хвоста. Или с хвоста до головы. Как говорится, в скорпионе все съедобно. Все-все-все? Все-все-все. Вам нужно съесть всего скорпиона. И так, конечно же, рис есть необязательно. Я не такой жестокий. И так, каждому по скорпиону, каждому по скорпиону. Я так взволнован. Не торопитесь. И так, внимание. Нет, нет, конечно же, я не такой злой. Нет, что вы. Я очень даже добрый. Вперед, начали. Ешьте скорпионов, ешьте их, ешьте. Ешь, ешь, ешь. Жуй, жуй, жуй. Давай, 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 глотай, глотай, глотай. Вкусно, да? Вкусно? Отдрай, тебе вкусно, да? Ну, быстро, 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 вкусно, да? Ну же. Ешь, давай, ешь. Жуй. Я слежу, жуй. Глотай, глотай. Давай, мальчик, глотай. Я все съел. Ну-ка, открой. Быстро, открой. Глотай, глотай. Да, молодец. Не будь такой мрачный. Ну, какой он на вкус? Что скажешь? На вкус как чипсы. Очень похоже. Вот видишь, как чипсы. А вы за это получаете подсказку. Спасибо, подсказка. До свидания, друзья мои, ты еще придешь ко мне. С большим удовольствием. Я запомню это надолго. До свидания. Какой кошмар. Да, отлично. Ты лучше всех. Она побеждает во всем, ты понимаешь? Браво, браво. Молодец, Юг. Я проглотила. Третья подсказка. Он такой сухой. Небольшая закуска, богатая протеинами. То, что нужно, чтобы набраться сил и продолжить борьбу за подсказки. Пасмюрая, как всегда, вовремя. Что происходит? Нас ждет баран. Баран? Да, баран. Новое, совершенно потрясающее испытание. Поверьте мне на слово. Я верю тебе. Побежали. Покалывает желудок. Это же скорпион. Ну что, барашек? Итак, Мажид. Мажид как никогда будет бороться до конца. Перед ним находится расшифровка обозначений азбуки Морзе, записанных на пленку. Вы должны будете их расслышать. Соотнося то, что вы услышите, и расшифровку, Мажид должен будет сообщить вам соответствующие цифры. Сложите цифры в код, и он позволит вам достать подсказку из этой клетки в проходе. Все просто. Итак, кто это сделает? Ее разобьет баран? Нет, нет. Не забывайте, что когда вы будете уверены в вашей расшифровке последовательности знаков, вы должны положить эти колышки в отверстие с соответствующими цифрами. Вы нажимаете на рукоятку, находящуюся здесь, справа от таблицы. Когда баран будет освобожден, вы сможете взять подсказку. Если же вы неверно отгадаете код, то баран все равно освободится и ударит. Ударит Мажид так, что он улетит на другую сторону. Ну, и вы останетесь без подсказки. Итак, приготовились. Время пошло. Начинай отсчет. Три, два, один. Начали. Патрис, давай. Раз, два, три, четыре длинных. Не забывайте азбука Морзе. Раз, два, три, четыре длинных, первая. Это четыре. Раз, два, три. Хорошо. Теперь вторая. Включите обе подряд. Это первая. Да. Это два. Точка, точка. Один. Это один. Уверен? Да, уверен. Проверим еще раз? Да, давайте. Не надо. Давай. Код активирован. Давай, Патрис. Давай, Патрис, бери подсказку. Отлично, гениально. Отлично, Мажит. Замечательно. Прекрасно. Оставьте его там. Четвертая подсказка. У нас четыре. Ни одной ошибки. Потрясающе. Если бы вы так же справлялись с ключами, мы бы не потеряли так много времени. Сейчас мы отправляемся к холодильной камере. Там хранятся продукты. Предпочитаю не говорить об этом. Побежали. Какая жара. Мне не было так жарко уже как минимум лет пятьдесят. Да, в холодильной камере очень хорошо. Холодильная камера. Мы находимся перед холодильной камерой. В этой камере спрятан код, как обычно. И как обычно, он нужен, чтобы забрать вот этот патрон. Для этого вам понадобится маленький ключик, закрепленный на трубе. Ключ нужно протащить по всей длине трубы. Труба проходит через баки со льдом, со ледяной стружкой, кубиками льда или ледяной водой. И когда вы пройдете всю трубу, вы откроете ящик, где и находится заветный код. И теперь я могу только пожелать удачи юг. Тебе сюда, паспарту. Внимание. Начинаю отчет. Итак, паспарту. Три, два, один. Начали. Это ключ, да? Да, давай, проталкивай его. Проталкивай. Но немного побыстрее, зайчик. Это так мило, мой зайчик. Как это сделать? Придумай что-нибудь, котик. Тебе придется залезть внутрь. Да, только так. Быстрее, быстрее. Давай, давай. Головой вперед. Прямо туда? У меня небольшая клаустрофобия. Давай, не бойся, побыстрее. Отлично. Пролезай быстрее, быстрее. Не любишь крабов? Хорошо. Давай, давай, молодец. Давай вперед, дальше. Поспеши немного. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай юг. Хорошо, хорошо, давай. Не урони ключ в бак. Я не смогу туда залезть, это невозможно. Тебе придется залезть. Залезай, котик. Он должен залезть внутрь. Юг, так не получится. Это нереально, там очень холодно. Ты должен залезть туда. Нет, не должен. Нет, ему придется, скажите ему, что придется. Надо залезть. Думаешь? Давай быстрее. Давай быстрее. Слишком холодно. Я не могу. Он не может. У тебя получится. Окунись туда. Только с головой, сними кепку. Все, время заканчивается. Мы потеряли подсказку. Я только успел сказать, и подсказка сгорела. Ты сделал все, что мог. Молодец. Ты сделал все, что мог, ничего страшного. Вы посмотрите на него, как будто солдат вернулся с войны. Нет, холод это не для меня. Ну что? У него не получилось, там слишком холодно. Что ты наделал? Минимум 50 градусов. Мои ноги как будто взяли и сжали. Вот так. Мне все время достается. Что-то такое. Ух. Итак, мы идем в шахту. Шахта, надеюсь, так будет. Потеплее, да? Ну, конечно. Итак, змеиная шахта. Да. Она ждет нас впереди. Вот она, змеиная шахта. Вам снова нужно найти код. Код разделен на две части. И эти две части спрятаны в разных местах шахты, наполненные относительно симпатичными созданиями портов. Соединив две эти части кода, вы сможете заполучить подсказку и тем самым завоевать очередное преимущество. Паспарту, открой, пожалуйста, проход в шахту. Итак. Кто пойдет? Патрис. О, нет. Патрис, это твой долг. Ты должен пойти туда, Патрис. Патрис, ты нас не подведешь. Давай. Ты вкалывал тут 10 лет. Нет, это твои коллеги по работе. Вы же хорошие знакомые, нет проблем. Да, это правда. Я знаю их почти всех. Но, возможно, это уже их дети, но все же. Осторожно, Патрис, ты сможешь? Ход мог бы быть немного пошире. Три, два, один. Время пошло. Давай, Патрис. Где же эти маленькие зверушки? Мне кажется, нужно действовать немного быстрее. Быстрее, быстрее. Ты шутишь? Их же тут полно. Да, я знаю. Я смотрю здесь. Я знаю, что это не так просто, но нужно их брать немного побыстрее и сразу же переходить к следующей. Открывай ящики. Хорошо, но ты знаешь, подожди-ка. Вот так. Нет, ничего не вижу. Видишь? Там справа две ручки, Патрис. Где? Поверни и хобби одновременно. Хобби? Черт, их здесь миллион. Что мне с ними делать? Давай, давай. Это невозможно. Их тут столько. Запусти туда руки. Ты издеваешься? Они все падают. Черт. Так. Стой, стой, стой. Вот тогда. Ты нашел? Отлично, вот. Подождите, подождите. Точка, точка, шестьдесят два. Это все. Хорошо, ищи вторую. Черт. Одна набросилась на меня. Она набросилась на меня. Стой, черт. Она ползет за мной. Я не могу, я не могу. Успокойся, Патрис. В шахте находится более 80 змей. Одна схватилась за меня. Бери ее. Я пытаюсь, но я ничего не вижу. У нее нет номера. А вот эту я не боюсь. Она слишком злая. Может быть, это? Посмотри в ящике, с краю. Прямо с краю. Губини? Да, попробуй. Хорошо. Давай, давай, быстрей. Но их тут тысячи. Чего ты от меня хочешь? Быстрее крути ее. Ты хочешь там остаться, успокой ее. Она нападает на меня. Видишь, как она смотрит? Никто не нападает на тебя. Нападает. Нет, не нападает. Вит, вит, вит. Быстрей. Нет, на это я ничего не вижу. Подождите, я попытаюсь всех рассмотреть. Мы теряем время. Есть. Подсказка сгорела, Патрис. Возвращайся, мы все-таки можем поздравить Патриса. Возвращайся. Он спустился туда. И трогал змей. Знаешь что, ты сделал нечто невероятное. Гонг прозвучало, значит, у нас больше нет времени на подсказки. Молодец. Молодец. Правда, это невероятно. Да, да. Взгляните на эту гибкость. Вы только взгляните. Не каждая танцовщица может таким похвастаться, таким изяществом. Да. Я талант? Я бы с удовольствием потанцевал, но мы должны оставаться такими жиловкими, потому что прямо сейчас мы отправляемся на совет. Нас ждет старец Фура. У вас есть возможность освободить пленников и получить дополнительное время на сокровищницу. У нас уже есть четыре подсказки, и можно пожертвовать с кем-то, чтобы получить еще. Форт Боярд. В поисках сокровищ каждая секунда на вес золота. Время настолько ценно в этом необычном месте, что чтобы его выиграть, нужно вступить в схватку с темными силами. Никто не знает, кто они и откуда они пришли. Но мы точно знаем, что старец Фура выбрал их за то, что они обладают особыми талантами. Зал совета открывает свои двери. Участники бросают вызов мэтрам. Я слышу тяжелые шаги, Ля Буль. Ля Буль! Выведи пленников. Надежа и Флоран, через несколько мгновений Оливье предложат вашей компании выкупить вас. Но им придется заплатить за это 30 секунд времени. Посмотрим, что же они выберут. Что бы вы сделали на их месте? Помогли бы товарищам или поступили по-другому? Конечно, помог бы. Да, конечно. Наверное, все-таки я бы спас себя. А Надеж оставил здесь, чтобы не потерять лишние секунды. Ну что ж, посмотрим, разделяют ли они ваше мнение. Начинаем. Я напоминаю вам, что на совете вы сможете выиграть минуту дополнительного времени к тем трем минутам, которые у вас уже есть. Но учтите, что если вы проиграете в тех испытаниях, которые вам предложит старец Фурат, то же время у вас и вычтут. Вычтут? Конечно. Именно так. Вы можете сделать ставку на 10, 20 или 30 секунд в разных испытаниях, предложенных вам. Помните также, что у вас есть два пленника и возможность их освободить, заплатив за это 30 секунд. За каждого? Это значит, что если мы освобождаем их, то только сразу двоих, да? Да, за двух пленников. Итак, что вы решили? Мы согласны. Отлично. Сейчас я сообщу об этом старцу Фурат. Можешь сказать ему, как будто мы решили не освобождать? Посмотрим на его реакцию. Старец Фурат. Ах, это ты, Оливье? Очень сложное решение, да? Да, действительно, решение трудное, потому что надо заплатить 30 секунд за то, чтобы освободить пленников, и команда решила оставить их в тюрьме. Это их решение. Я так и знал. Это Патрис придумал, да? Патрис? Да нет, совсем нет. Это придумал Юг. Хорошо. Ну, конечно же, мы можем отпустить их, конечно. Хорошо, давайте, давайте. Им уже не терпится. Итак, решение принято. Вы свободны. Они и так добры. Какая радость. Какое счастье. Алёп. Решётка открывается. Вот так выходите, вдохните свежий воздух. Да. Мы позвоним и сообщим Лябулю. Хорошо. Посмеёмся немного над ним, да? Да, у меня особое чувство к Лябулю. Конечно, не уверен, что он всё это одобряет. Сейчас я вам объясню, в чём заключается ваш дуэль. Перед вами аквариум. В нём плавает стакан. Каждый из вас, метр, и вы по очереди будете брать по одной монетке на ваш выбор и аккуратно класть её в стакан. Тот, кто потопит стакан, проиграл. Так как вас двое, вы будете бросать по очереди. Итак? Задание очень сложное. Хорошо. Итак, теперь, когда вы всё знаете, я предлагаю вам выбор. Десять, двадцать или тридцать секунд. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Я бы поставила двадцать. Двадцать секунд. Уверены? Да. Не хочу, чтобы между вами была дилемма. Мэтр, займите место. Итак, метр начинает. Придерживайтесь определённой стратегии, кто начнёт и так далее. Итак, кто начинает? Я. Ты начнёшь, будь осторожна. Не хочу на тебя давить. Я знаю, я не очень-то талантлива. Не бросайся высоты, осторожно. Так, метр. Смотри, в некоторых монетах дырки, а остальные более... Когда вы держите руки в карманах, это помогает вам сконцентрироваться, да? Да, это непривычно. Ничего такого, просто я думал, что вам было бы удобнее. Бери лёгкую. Сначала заполненные лёгкие, положим потом. Вот так, метр, ваш ход. Надеж, теперь вы. Осторожно, потому что вы уже на грани. Да, сейчас всё начинает усложняться. Неплохо. Да, мы неплохо справляемся. Думаю, для него всё потеряно. Да, это забавно. А метр силён в этом. Да, он совсем неплох. У него получилось. Не моя очередь. Нет, не прыгай. Простите. Сегодня какой-то проклятый день для меня. Не думай об этом. Осторожно, с этой стороны. Это невозможно. Да, бывает и такое. Теперь, к сожалению, мне придётся оставить эти 20 секунд себе. Но мы их отыграем в другом испытании. В другом. А сейчас возвращайтесь к своей команде и позовите сюда Юга. Вперёд, до встречи. То есть мы уходим? Конечно. До встречи. Вам сюда? Да, вам сюда. А лябуль здесь не пройдёт. Мы очень рады, что вы снова с нами. Флоран, иди сюда. Если честно, это было сложно. Вам надо было брать 10 секунд за это испытание. Оно действительно сложное. По-настоящему трудное. Итак, кого назвал старец Фура? Юг. Что? Юг? Вперёд. Напомню тебе. Мы потратили 50 секунд от первоначальных трёх минут, а значит, у нас осталось 2 минуты и 10 секунд. Да, я понял. Как дела, дорогой Юг? Всё хорошо, старец Фура? Да. Я очень рад тебя встретить. Вас встретить, конечно. Хорошо, что в тебе столько энергии. Надеюсь, что вы уйдёте отсюда с такой же высоко поднятой головой, как и зашли. Ведь вас ожидает загадка. Загадка. Да, дорогой Юг. У тебя осталось 2 варианта. 10 секунд и 30 секунд. Я уверен в своих способностях, но я всё-таки лучше перестрахуюсь и выберу 10 секунд. Хорошо, 10 секунд. Итак, 10 секунд. Я прочитаю вам загадку. Начинаем, сосредоточьтесь. Итак, когда в нём буква «С» одна, в полях его найдёшь всегда. Но если слово удлиним, в титана это превратим. Что это? Я повторю. Когда в нём буква «С» одна, в полях его найдёшь всегда. Но если слово «удлиним», в титана это превратим. Что это? Давайте, давайте, что вам приходит в голову? Если слово «удлиним», что можно найти в полях? Ну, не знаю, надо подумать. Итак, ваш ответ. Удлиним. Юг, время закончилось. Колона? Нет. Миллион? Время кончилось. Колос? Колос, конечно, это колос. Да, конечно же, в слове «колос» одна буква «С». Колос, точно. Это зёрна хлебных растений, располагающиеся в ряд, а если добавить вторую «С», то получится нечто выдающееся по своей величине. Исполин, колос. Послушайте, мы прощаемся, но мы ведь останемся хорошими друзьями. Да, конечно же. Дайте, я пожму вам руку. Да, и позовите ко мне Патриса. Хорошо, с удовольствием. Да, идите, идите. Пришлите сюда, Патриса. Он поставил 10 секунд и был прав. Ну что ж, у нас осталось только две минуты. Патрис? Да. Патрис, ты отправляешься к старцу Фура. Да. Патрис, ты сможешь? Давай! Дорогой Патрис. Дорогой Патрис. Старец Фура, я так рад встретиться с вами с глазу на глаз. Это потрясающе. Да, спасибо. Проходите, пожалуйста, видите, я даже прибрал здесь для вас. Как вы? Я рад вас видеть. Правда, идите сюда, я вас поцелую. Вот так. Знаете, как я говорил? Точнее, не я, а один китайский учитель в 14 веке. Когда любишь, не надо ждать. Надо говорить людям, что любишь их. Да, это правда. Я хотел сказать вам, Патрис, я действительно люблю вас. Спасибо, старец Фура. Тогда, может быть, вы поможете мне выиграть 30 секунд? Нет? Это невозможно? Может быть. Ну, хорошо. Ну, давайте будем серьезнее. Ладно. Итак, дорогой Патрис, вот и ваша дуэль. Перед вами на подставке вы видите конструкцию из гвоздей, находящуюся в очень хрупком равновесии. Каждый из вас, Мэтр, и вы по очереди будете вынимать один из них. Нельзя уронить их. Ни одного гвоздя, ни всю конструкцию, разумеется. Иначе вы проиграли. Мэтр, займите ваше место. Осторожно, осторожно. Добрый день, Мэтр. Вот так. И на кону 30 секунд, Патрис. Итак, Мэтр начинает игру. Он пугает меня, он пугает меня. Вот так. А, так, осторожно, дорогой Патрис, аккуратно. Чёрт, чёрт! Что на вас нашло? Я не знаю, почему я взял этот гвоздь. Чёрт! Это невнимательность. Простите, вы его отвлекли. Я идиот, я не знаю, почему я... Не говорите так. Дурак, это не гвоздь. Почему я взял эту штуку? Наверное, когда вы мастерите что-то дома, это нечто. Но иногда я мастерю что-то, вы не знали? Да-да, я тоже. Итак, нам пора прощаться, вам пора. До встречи, старец Фура. Да, идите, до свидания, дорогой Патрис. Да, какой же я идиот, какой идиот, честное слово. Простите меня. Что случилось? Да ты взял не гвоздь. Да, но я-то думал, что это гвоздь. А это не гвоздь, да? Нет, это был не гвоздь. Та штука, которую я взял, это не гвоздь. Сколько у нас осталось? У нас осталось только одна минута и тридцать секунд на сокровищницу. За это время надо разгадать слово, донести монеты и положить их в котел. Патрис, взбодрись. Это все из-за тебя, Патрис. Да, из-за меня. Нет, нет, прекрати, Патрис. Но это из-за меня немного нежности, чтобы утешить Патриса. И мы отправляемся вслед за паспарту. Не будем терять время. У нас должно все получиться. У нас все получится. Форт Боярд. Мы дошли до последней страницы истории наших героев. Филиндра со своими тиграми ждет их. В их распоряжении семь ключей, решетка и только одно верное слово, которое поможет забрать сокровища. Но одна ошибка, и они уйдут ни с чем. Итак, мы находимся перед решеткой сокровищницы. У вас совсем нет времени. Точнее, очень мало. Напоминаю, одна минута и тридцать секунд. Но зато у вас есть семь ключей. Паспарту раздай ключи. Ставьте, пожалуйста, ваши ключи в замки, чтобы открыть сокровищницу. Филиндра, увидите тигров. Зато у вас есть целых четыре подсказки, и это совсем неплохо. Может быть, вам даже не придется жертвовать с кем-то из участников. Посмотрим. Раздайте патроны. Мы можем начинать? Нет, нет, нет. Сейчас я открою решетку сокровищницы, и только тогда начнется отчет времени. Итак, приготовились. Три, два, один. Время пошло. Решетка открывается. Небо. Небо. Полоскать. Полоскать. Уши. Уши. Небо, уши полоскать. А последнее? Едок. Едок. Рот. Это рот. 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 Быстрее, быстрее, побежали. Рот. Давайте, ребята, быстро. Вот там, туда. Ищите буквы. Где Т? Где Т? РОТ. РО. Т. Филиндра, поверни голову тигра. Бежим, бежим. Вы успеваете несколько раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решетка опускается. Давайте быстрее, быстрее. Осторожно. Когда решетка полностью опустилась, собирать уже нельзя. Все, все, мы закончили, закончили. Отлично. Отлично. Хорошо. Давайте взвешивать. Взвешиваем. Какая игра? Нельзя не признать, что это было захватывающее, потрясающее. Но прежде всего я хочу разъяснить вам подсказки, собранные командой за игру. Что касается Ньоба, мы все знаем, это верхняя часть рта. Полоскать, полоскать рот. Затем уши. Это известное всем выражение рот до ушей. И, наконец, едок. Это тоже рот. Это все, что касается подсказок. Конечно, возможно, это не так просто, но вы смогли догадаться и разгадали слово. Да. Молодец, Флоран. Спасибо. Он все-таки для чего-то пригодился. Флоран, ты отгадал слово. Он не только сильный, но еще и большой шутник. Он пережил такое мучение. Конечно, бедненький. Ничего. Конечно, Тюрьмафорт – это совсем не курорт. Сейчас мы узнаем, сколько же монет вы набрали. Итак, по Смюрай, по Спарту, мы начинаем взвешивание. Мне кажется, что, несмотря ни на что, у нас получилось не так уж и мало денег. Сейчас мы это узнаем, посмотрим. Девять тысяч двести шестьдесят евро. Молодцы. Отлично. Учитывая, что у вас было совсем немного времени, если честно, это очень неплохая сумма. Кто скажет несколько слов об ассоциации, за которую вы играли сегодня? Я расскажу, потому что я ее спонсор. Она называется «Матросы жизни». Эта ассоциация отправляет детей, которые были тяжело больны, но выздоровели, и тех, кто сейчас на пути к выздоровлению, на две недели в большой круиз, где они становятся матросами. Пока дети находятся на корабле, они по интернету связываются с другими детьми в больнице, которые не могут выйти из нее и пережить такое же путешествие. Это около четырех или пяти тысяч детей. И ахтсмен Лоэк Перрон тоже спонсирует эту ассоциацию, и я очень счастлив. Спасибо вам всем, я рад, что мы сделали все это ради них. Это большое дело. И мы тем более рады, что эти деньги отправятся «Матросам жизни». Мы были очень рады, что вы были с нами, вы молодцы, несмотря на некоторые неприятности. Несмотря ни на что, вы были сплоченой командой, и в то же время очень веселой, и это непременно вам помогло. Я взял номер телефона Ля Буля, и я хочу сказать, что я не пропустил весь Хорт Боярд. На самом деле Ля Буля очень милый. Да, конечно. До скорой встречи на новых играх. Все дальше, все выше, все сильнее! Производство русской версии SDI Media по заказу телекомпании Stream. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok